За праздничным столом собрались представители ветеранских общественных организаций Центрального района. В этот день в их адрес звучат слова благодарности и соболезнований за потерянных родных и близких. Студенты Сочинского училища искусств традиционно проводят праздничные мероприятия и встречи с ветеранами в канун Дня Победы. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, но наша святая обязанность сохранить память о них, сохранить все то, что они сделали для будущих поколений в душах, в сердцах наших детей. В этот раз решили собраться на необычной площадке и подарить гостям тематическую концертную программу. Студенты выступили в жанре художественного слова, прочитали литературную композицию о патриотизме и памяти участников войны, сыграли на музыкальных инструментах и спели песни военных лет, которые всегда задевают сердца. Я кланяюсь к тебе, как матери своей, я кланяюсь к тебе, дыхание задая, святая Русь, земля моя. 9 мая для этих мужественных женщин всегда было и остается днем счастья и слез. Слез от пережитых в юные года страшных испытаний и боли. Тогда в 41-м трехлетняя Раиса Гладышева попала с мамой в концлагерь в Западной Белоруссии. Что испытали, это все уже об этом, конечно, все знают, все говорят. Спасибо всем за то, что помнят. Спасибо молодому поколению, которые нас помнят, которые всегда поздравляют праздник. Всем-всем огромное спасибо. 9 мая из четырех районов города будет организован бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной Экстели, подвиг во имя жизни и на мемориальный комплекс «Вечная слава». В 8 часов утра специальные микроавтобусы с трафаретным обозначением ветераны Великой Отечественной войны отправятся с остановок юбилейная микрорайона Донская, магазина «Магнит» на Макаренко, КСМ «Рынок» и от здания соцзащиты на улице Парковая, 34. После окончания мероприятия ветеранов доставят обратно по микрорайонам.